Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаев, 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 Черкесия Суд в Карачаево-Черкесе признал жителя города Саров в Нижегородской области виновным в оказании небезопасных услуг, из-за которых при сплаве по горной реке погибла туристка, сообщила старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесе Евгения Перфильева. Собранный Зеленчукским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Саров в Нижегородской области. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть женщины. Следствием и судом установлено, что 6 мая 2021 года обвиняемый, не выполнив требования законодательства по обеспечению безопасности, организовал сплав на надувной лодке «Рафте» по реке Большой Зеленчук в группе туристов из города Саров из 11 человек. В результате преступного отношения мужчины к возможным последствиям своих противоправных действий в ходе сплава произошло столкновение лодки с наклонившимся со стороны берега деревом, которым зажал «Рафт» между ним и поверхностью воды, что привело к смерти женщины, наступившей от утопления. В целях установления истины по уголовному делу следователям получено заключение необходимых экспертиз, допрошены все лица, участвовавшие в сплаве, и иные свидетели, получены сведения о состоянии реки и погодных условиях, а также проведены иные следственные процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, назначил подсудимого наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Еще для трех тысяч жителей Карачао-Чекесии благодаря участию в президентской программе до газификации бесплатно провели газовые коммуникации до земельного участка, рассказывает советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ акционерного общества «Газпромгазораспределение Черкесск» Наталья Солянкина. На сегодняшний день компанией «Газпромгазораспределение Черкесск» принято 3150 заявок на догазификацию. Из них по 2800 заявок заключены договоры, и 731 абонент фактически получает газ по данной программе. Наиболее активными направлениями в данном случае являются Зеленчукский район, Рубский район и город Черкесск. Жители Карачао-Чекесии могут выбрать малочисленные населенные пункты республики с численностью от 100 до 500 человек для подключения к сети интернет в следующем году. Авторизованные пользователи с подтвержденной учетной записью могут проголосовать до 12 ноября на портале госуслуги.ру и нет. Проголосовать также можно, отправив индивидуальное или коллегиальное заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Москву до 26 ноября. Голосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса учитываться не будут. В случае, если заявление, направленное Почтой России, содержит более одного населенного пункта, будет учтен только первый из перечисленных населенных пунктов. Гражданин России, 18 лет и старше, может проголосовать за выбор населенного пункта, но только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован. По данным Министерства цифрового развития Грача и Черкесии, по итогам голосования в 2021 году для подключения к сети интернет были определены два населенных пункта Прикубанского района. Меры профилактики правонарушений несовершеннолетних обсудили в школах Черкеска. Приглашенные эксперты, педагоги и родители обсудили вопросы, касающиеся профилактики вовлечения учащихся в различные субкультуры, роста преступности среди несовершеннолетних и в их отношении, роли родителей и педагога в защите детей от травли, буллинга, а также вовлечения школьников в группы риска в различные формы досуга. Эксперты акцентировали внимание родителей на том, что их роль в воспитании детей первостепенна. Взрослым очень важно уметь анализировать, различать изменения в поведении своих чад, выстраивать отношения на основе доверия, а при необходимости обращаться за помощью к специалистам. Кинотеатр Чарли начал продажу билетов на первый в истории художественный фильм на абазинском языке «Три брата». Он будет демонстрироваться три дня, 4 и 6 ноября на абазинском языке, 5 ноября на русском. Начало сеансов в 14 и 19 часов. Приобрести билеты можно в кассах и на официальном сайте кинотеатра Чарли. Напомним, фильм «Три брата» снят по мотивам сказки Татлуцтана Табулова, как «Три брата князя обманули» в рамках программы организации «Алашара». Автор сценария, режиссер, постановщик и главный оператор Аслан Апсов дополнил сказочные произведения различными эпизодами, наполнил его духом народа, дав возможность почувствовать, чем жили и как жили абазины в незапамятные времена. В Архизе проходит молодежный форум «Межкультурный диалог», приуроченный к вековому юбилею трех республик – Карачао-Черкесии, Кабарзинобалкарии и Адыгеи. Порядка 100 молодых людей обсуждают вопросы развития межкультурного диалога в трансформирующемся мире, профилактики экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. Спикерами и экспертами форума выступят преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители органов власти, духовенства и общественности. В рамках четырехдневного мероприятия будут организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы. Федеральный кубок по бизнес-боям ждет команды школьников из Карачаева-Черкесии. На третьем всероссийском чемпионате по финансовой грамотности и предпринимательству новое масштабное событие. С 14 по 25 ноября впервые в России пройдет федеральный школьный кубок по бизнес-боям. Это дистанционное соревнование команд по публичной защите управленческого решения бизнес-кейса и публичной экспертизе управленческого решения соперниками, то есть проведение устного обмена высказываниями представителей двух противоборствующих команд с целью достижения победы над соперником. За победу и очки в общем рейтинге всероссийского чемпионата будут состязаться учащиеся 6-11 классов. Все подробности можно узнать на сайте чемпионата. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков, ветер южные четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В горах местами плюс 7-12, в Черкесии без осадков, ветер южные четверти 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 18 градусов выше нуля. Таковы некоторые события Республики. Новостной блог про Вилари Донирова. На правах рекламы. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2.96.58. Спешите узнать тайну пирата. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!